Всем привет! Продолжаем просматривать работы скульпторов, художников Хуга Симберг Сад смерти 1896 год Бумага, акварель, гуашь 15 на 17 Хуга Симберг Один из самых запоминающихся художников-символистов в Финляндии В 1891 году он поступил в рисовальную школу Однако методы преподавания не подошли ему В 1895-1897 годах Симберг стал частным учеником знаменитого Акселя Галин-Калеллой Позже, как это было принято в то время Если, конечно, позволяли средства Он отправился в Лондон, это было в 1896 году Затем в Париж и Италию Ранние работы, в которых живописец уже начал использовать образы смерти Принесли ему успеху публики и профессиональных критиков Надо отметить, что эта тема стала созвучной Души многих художников Норвегии, Швеции, Финляндии Так и Симберг нашел свою стезю Скелет традиционного образа еще со времен Средневековья Уже тогда существовал устойчивый религиозный сюжет Который назывался «Дансе Макар» без французского пляска смерти В нем философское осмысление бредности жизни На данной картине показан необычный сад За своеобразными прилавками ставят скелеты, которые выращивают цветы По мысли мастера эти растения души людей А сад – перевалочный пункт между фактической смертью и попаданием на небеса Универсальная истина человеческой судьбы в том, что смерть с рождения поджидает людей Внимание скелетов садовников к их жизни невольно вызывает содрогание Композиции пространства произведения условны Виден лишь уголок сада, а всю остальную часть холста занимает персонажа В авторской трактовке смерти удивителен ее «положительный» характер Садовники не изображены озлобленными или коварными существами Они по-своему заботятся о душах Вот такое описание к работе сад смерти Хуга Синберга 1896 год Бумага, акварель, гуашь Я нашел в интернете текст по книге «Великие музеи мира» Пока-пока, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok